Итак, добрый день дорогие мои друзья! Мы сегодня продолжаем тему Куда одеть на грудную выточку? Где она любит жить, если у нас изделие не отрезное по линии талии? Вот вам, пожалуйста, сделали мы вот такую заготовочку и хотим выполнить, допустим, вот эту вот первую модельку. Что мы для этого должны сделать? Как я вам уже говорила в прошлый раз, мы должны сделать какой-то временный разрез. Хотя в этом случае разреза временного делать не нужно. Почему? Потому что я не хочу вырезать горловинку. Видите как? Раз я не хочу делать горловинку больше, если бы я хотела сделать горловинку больше, я должна была бы сделать это по открытой выточке. Поэтому я, конечно, не имела права этого выполнить. А так как я не хочу сейчас, и мне нужен был вот этот временный разрез, не буду делать временного разреза, потому что я хочу сделать драпировку из горловинки. И поэтому из точки С в область горловины я провожу вот такой вот отрезочек, стараясь его провести под прямым уголочком. Прямой уголочек – это перпендикуляр, посмотрите как, к линии горловинки. Линия горловинки как бы представляет из себя прямую, да? А мы проводим перпендикуляр. Вот это перпендикуляр, вот это прямой уголочек. И уже по нему разрезаем. Разрезали. Закрываем старую выточку. Делаем это очень аккуратно. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Я пока вот это уберу в сторонку. Так, пожалуйста. Нам хорошо видно, что у нас получилось. И, в общем-то, по большому счету, мне нужно сейчас вот эти точки как-то объединить. Но я не знаю, как будет себя вести ткань в этом месте. Я не могу взять и нарисовать просто вот такую прямую линию. Потому что раствор выточки открылся достаточно большой, достаточно глубокий. И поэтому, чтобы мне понять, насколько качественной будет эта линия, я люблю сделать дополнительные резики. Допустим, вот на этом месте у меня будет, вот от этой контрольной точки у меня пойдет выточка. А еще раньше, чтобы сделать это все корректно, я вот так вот сложу. Поспешила я. Давайте вот опять назад вернемся. И мы сантиметровой ленточкой промеряем длину горловинки до этой контрольной точки. У меня получилось, допустим, 10. 10 сантиметров. Значит, я должна стянуть потом эту горловинку на 10 сантиметров. Ну, конечно, с двух сторон это будет 20. Итак, вот такая история у меня получилась. Чтобы увидеть, как будет вести себя эта линия правильно, я еще один дополнительный разрезик сделаю. Вот такой. Если мне этого покажется мало, я могу сделать еще дополнительный разрезик. Вот такой, допустим. Ну, чаще всего я это делаю по разной стороны от выточки своей. Допустим, вот здесь. От первоначальной заготовочки. Так, я считаю, будет корректнее. Давайте посмотрим, что у нас получится. Нашла дома какие-то допотопные ножницы, которым в обед 100 лет. Ну, не важно. Не важно, что они работают. Вот, и посмотрите, что у нас получается. Получается у нас вот такая картинка. Видите, как на 3 разделилась она? И уже будет гораздо более понятно, что нам делать. Сейчас мы эту историю приклеим. Так мы делаем с девочками нашими на занятиях всегда. И обведем результат. Очень удобно все это делать в таком маленьком формате. Ну, не важно. Так, и разбить надо вот это все на 3 одинаковых. Вот таких вот отрезочка. О, я удачно справилась с поставленной задачкой. И посмотрите, что я буду рисовать сейчас на ткани. На ткани, конечно, здесь у меня будет сгиб. Я рисовать ничего не буду. Так, я подвину вот так вот к себе, чтобы сделать это поточнее. Ну, а на ткани я нарисую. Сила фломастер, чтобы было вам поведнее. Ну. Так. Так. И вот тут у меня будет контрольная точка. Дальше сюда. Сюда. И так далее. Ну, и дальше это может быть любая какая угодно у вас тут история. Вы понимаете уже, да? Что у нас вот это будет выглядеть. Дальше что я делаю? То, что я обвела черным цветом, это у меня ткань. Я на ткани обязательно вот здесь нарисую вот такую волнистую линию. Вот здесь у меня контрольная точка. И напишу на ткани 10 в кружочке. То есть мне нужно будет от контрольной точки до центра на 10 стянуть. А сейчас у меня там, наверное, раза в два больше получается вот это расстояние. А горловинка может быть обработана, ну, кроме обтачки. Чем угодно. Или роликом, или вы стоечку пришьете, или хомутик какой-то выкроете. Тема воротников тоже освещалась мною ранее. Смотрите в плейлисте. Другой вариант. Давайте мы его посмотрим и покажем на вот этот вот вариант хочу разобрать. Когда у нас идет, допустим, американская пройма, и есть уже какой-то вырез. Есть уже какой-то вырез. Возьмем сейчас заготовочку. С вашего позволения возьму заготовочку вот такой вот. Не очень длинная. Потому что нижняя часть нас не интересует. Но нас в то же время интересует. Интересует верхняя часть. И что же нам делать, если у нас не отрезная линия талии. У нас есть вот такая выточка. У нас есть вот такая выточка. И я хочу получить американскую пройму. Которая у меня будет начинаться не от самой шейки. А начинаться будет вот сантиметра на полтора, на два от плечевого шва на горловинке. Я должна эту точку соединить с проймой. С боковым швом. Базовая конструкция при этом строится, конечно, для изделия без рукавов. Вы знаете, что там есть некоторые отличия. Во-первых, вот эта точка поднимается повыше. Во-вторых, прибавка уменьшается. И вот этот вот отрезочек всегда прямой. Это третья особенность. Я вам про это тоже говорила. Смотрите в предыдущих видео. Вот. И так вы строите базовую конструкцию без рукавов. Там есть определенные отличия. И вам сейчас нужно закрыть вот эту выточку, чтобы оформить американскую пройму. И, конечно, нужно делать дополнительный разрез. Так как временный разрез, потому что у нас нет талиевой выточки, в которой я могла бы вот это все объединить и спрятать. Посмотрите, где я его выбрала. Я его выбрала вот в этом месте, предположим. Хотя можно было сделать где-то из бокового шва. Но мне вот кажется, здесь мне будет удобно. Так. Сделала вот такую вот картинку. Видите, как получилось у нас, да? Теперь я могу уже спокойно соединить выбранную мною точку и какой-то участок линии проймы. Делать это проще всего по прямой линии и по касательной. Если вам захочется сделать больше вырез, вот здесь, да, это вы легко можете добавить на примерке. То есть всегда в самом начале лучше делать какие-то минимальные вот такие вот вырезочки, чтобы не испортить ничего. Вот у нас получился вырез вот такой американской проймы. Вот это вот такая вот у нас получилась сейчас история. Теперь нам нужно сделать драпировку. Где делается у нас драпировка? Драпировка делается вот на этом месте. Значит, я вот эту выточку должна перевести сюда. Опять измеряю сантиметровой ленточкой длину горловинки. Скажем, те же 10 сантиметров у нас будет. Запоминаю, записываю их и делаю под прямым углом горловинки вот такой вот разрез. Этот разрез сделали. Эту выточку закрыли. Вернули ее на место. Она у нас открылась вот в такое вот положение. Опять, я не знаю, как у меня будет вести себя вот эта линия. Я могу сделать еще дополнительный разрез. Допустим, вот сюда хочу в этот раз сделать этот разрез. И давайте посмотрим, что у нас получится в результате. Сейчас я это все приклею постепенно. Как время бежит. Еще ничего не рассказала, уже 10 минут пролетело. Вот этот кусочек приклеится у меня. Возвращаем назад центральную вот эту часть. Вот вернули мы ее назад. И распределяем уже вот эту вот. Допустим, вот так как-то я ее хочу распределить. Так. Я захотела сделать в этот раз такую картинку. И что у меня выходит? У меня выходит вот так, вот так, вот так, вот так. Я пришла сюда. И я могу на самом деле немножечко... Видите, у нас линия получилась почти-почти прямая. Пусть она и будет почти прямая. Почему? Хочет работать. Такой вот кусочек. Потому что здесь очень удобно... Вот так, допустим, да? Дальше на ткани я буду вот так вот рисовать. Так. И дальше на ткани я буду вот так рисовать. Ну и так далее. И здесь у меня будет нарисована волнистая линия. И здесь у меня будет написана цифра 10. Вот такая у меня будет заготовочка для варианта. Допустим, вот для этого. Если я хочу вот такой вариант сделать, то я сюда добавлю лишнюю ткань. Для того, чтобы было что подогнуть. Добавим сюда припуск, скажем, сантиметра 3. Да? 3 сантиметра вот так вот мы добавили. Так. Вот этот вот припуск. Обработали, скажем, швом подгибку с закрытым срезом. И продёрнули. Никакой сборочки уже не выполняя на машинке. И продёрнули сюда какую-то красивую ленточку, шнурочек из этой ткани сшитой, из отделочной, какой угодно. И у вас получится очень простая конструкция, которую вы будете подхватывать. Этот бантик можно завязывать как сзади, вот здесь вот, да? Так и можно завязывать где-то его, допустим. И вот здесь вот такими красивыми какими-то вещами завязать можно. То есть обыграть это можно тоже каким угодно образом. Шьётся это очень быстро, выполняется очень просто. И ко всем, ко всем летним, каким-то ко многим летним вещам это подойдёт. Давайте посмотрим, как оформить спинку корректно в этом варианте. Так, вот у нас есть спинка. На спинке у нас всегда есть выточка талиевая. Допустим, мы хотим сделать сложную, ну, более сложную версию. Это версия приталенная. Не приталенная проблем нет. На спинке у нас есть тоже вот такая выточка. Как здесь поступить, как подружить спинку нашу с этим фасончиком, да? Давайте мы сейчас 5 секунд буквально. Я думаю, что многим это понятно, но лучше ещё разочек проговорить. И тем не менее. Во-первых, давайте разберёмся с выточкой. Если у нас есть выточка на спинке, то мы обязательно часть выточки, а именно полтора сантиметра, убираем в средний шов. Забрали. Переоформили его до бёдер. Это срежем. Сама выточка в этом случае отодвинется вбок немножко, потому что появляется средний шов по спинке. И, конечно, на величину вот этой вот, она убавится. На величину на полтора сантиметра она станет поменьше, потому что выточки у нас уже все рассчитаны и будет выглядеть вот так. То есть, эта выточка у нас ушла, да, она распределилась частично сюда и частично она распределилась, сдвинулась вот так вот сюда. Тогда вы будете спинку иметь более привлекательную. Эту точку, как правило, нужно оставлять здесь. Сзади еще можно, кстати, сделать такую красивую капельку, если вы хотите. Можете вот здесь вот вырезать вот такую капельку. Затем, два сантиметра, которые мы с вами от горловинки откладывали на полочке, вот эти вот два сантиметра от горловинки или полтора, те же два сантиметра, полтора сантиметра можно на спиночке взять. И, чтобы не возиться с этой выточкой, вот так аккуратненько, опять по касательной срезаете ее просто. Вот и все. И очень простая история получается у нас. Делается это элементарно, делается очень быстро, а выглядит довольно хорошо. И у вас получится такое приталенное платьице. И в то же время оно будет таким вот игривым, летним каким-то вариантом. Вот так это можно сюда добавить. Ну и если вы хотите сделать опять же этот шнурочек, пожалуйста, те же три сантиметра вот сюда добавляйте. Все это швом под гибку закрытым срезом оформляете. И, что называется, будет вам счастье. То есть будет легко, легкая такая достаточно обработка. И у вас получится на базе вот этой вот идеи вы можете сделать, ну, сами уже придумать какие-то самые разнообразные фасончики, детали. Все можно тут порезать, все это можно смоделировать, и различные ткани, и все-все-все на свете. Ну, вот вам еще один вариант. И в развитии темы в следующий раз я вам предложу рассмотреть вариант со вставкой. Кокетки это тоже понятно. Вариант еще со вставкой, который на большую грудь, на объемные размеры тоже хорошо себя ведет. На этом разрешите сегодня закончить. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч! До новых встреч!